В этом видеоролике вы узнаете семь секретов, о которых вам не расскажет ни один персональный швейцарский банкир. Представленная ниже информация важна для защиты ваших денег. Перед тем, как выбрать хороший швейцарский банк и решить сотрудничать с опытным персональным банкиром, вы должны узнать семь секретов. Благодаря моему положению инсайдера в сфере швейцарского персонального банкинга, тайная информация, которой я делюсь, очень и очень важна для вас. Она может стать решающим фактором в сохранении ваших сбережений или потере всего за одну ночь. Здравствуйте, меня зовут Энцу Капутто из SwissBankingLawyers.com. Я нахожусь на площади Параденплац в Цюрихе. В финансово нестабильном мире, в котором правительство непредсказуемо, а банковские правила постоянно меняются. Выбор хорошего банка и правильного банкира важен для защиты ваших активов. Семь секретов, которыми я с вами поделюсь, представляют собой уникальную инсайдерскую информацию. Мой опыт работы в UBS и других швейцарских банках исчисляется десятилетиями. То, что я говорю, это не знания, подчерпнутые из книг, семинаров, интернета. Я делюсь с вами актуальной инсайдерской информацией. Секрет номер один. Конечная цель швейцарского банкира – получить все ваши деньги. Оправдываясь борьбой с отмыванием денег и требованиями проводить юридическую экспертизу, введенными регулирующими органами, он хочет узнать, сколько у вас денег и где вы их храните. Швейцарский банкир хочет получить все ваши деньги. Конечная цель – управлять всем, что у вас есть. Это объединяет несколько рисков. Будьте осторожны. Если вы владеете существенными активами, то вам следует диверсифицировать риски, открыв несколько счетов в разных банках. Вы можете сравнить комиссионные сборы разных банков и разделить ваши риски. Вы сможете лучше вести переговоры о размере банковских комиссионных сборов. Все это можно обсудить. Не кладите все яйца в одну корзину. Секрет номер два. Ваш швейцарский банкир выполняет функции менеджера по связям с клиентами, а не является сотрудником банка, отвечающим за управление инвестициями клиента. Он не уполномочен давать финансовые рекомендации. Банкир или менеджер по связям и сотрудник банка, отвечающий за управление инвестициями клиента – это не одно и то же. Зачастую менеджеры по связям, перегружены работы, получают недостаточную зарплату и не обладают достаточной подготовкой и квалификацией для предоставления финансовых рекомендаций. Швейцарские банки уменьшают расходы путем сокращения штата и найма менее квалифицированных сотрудников. Перед тем, как принимать финансовую рекомендацию швейцарского банкира всерьез, проверьте его образование и квалификацию. Или сразу же позвоните мне. Я узнаю, достаточно ли квалифицирован ваш банкир для подобных советов. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам квалифицированных персональных банкиров. Секрет номер три. Банковские комиссионные сборы не высечены на камни. Все можно обсудить. Когда ваш банкир покажет вам список комиссионных сборов, попросите его предложить более выгодные условия. Попытка не пытка. Если вы сотрудничаете с несколькими банками, то вы можете сравнить предлагаемые условия. Если у вас солидные активы, вам следует нанять кого-нибудь, кто ориентируется в условиях, предлагаемых всеми частными банками Швейцарии. Выбрать нужный банк из более чем двухсот – непростая задача. Тот, кто владеет общим представлением о сфере швейцарского персонального банкинга, сможет без труда определить нужный банк. Секрет номер четыре. Большинство швейцарских банкиров навязывают продукты. У швейцарских банков есть внутренний список рекомендаций с собственными продуктами банка. Во многих случаях швейцарский персональный банкир проинструктирован продвигать какую-то определенную инвестицию. Продукт из списка рекомендаций не обязательно гарантирует безопасность такой инвестиции. Если ваш банкир из тех, кто навязывает продукты, то он будет стараться продвигать исключительно собственные продукты банка. Он не предложит вам лучший продукт на рынке. Ваш банкир всегда находится в состоянии конфликта интересов. Это одна из главных причин, по которой многие состоятельные клиенты заключают соглашения с независимыми распорядителями активов или компаниями по управлению семейным капиталом. Они платят им за наилучшие рекомендации. За последние годы увеличилось количество компаний по управлению семейным капиталом. Будьте очень осторожны и узнайте у своего банкира, нет ли у него конфликта интересов. Если вы хотите получить беспристрастные рекомендации, то вы должны за них заплатить. Если вы инвестируете сотни тысяч или миллионы, то заплатить независимому консультанту несколько тысяч комиссий за рекомендацию будет наилучшим возможным вложением. Секрет номер пять. Будьте осторожны, если швейцарский банкир предлагает структурированный продукт. Обычно в структурированных продуктах содержатся скрытые комиссионные платы, а также зачастую определение цены структурированного продукта непрозрачно. Структурированные продукты – это инвестиции высокой степени риска. Обратите внимание, размещение структурированных продуктов позитивно влияет на премию банкира. Обычному клиенту трудно понять, как они работают и сколько они стоят. Мой личный совет. Если вы не знакомы со структурированными продуктами, то избегайте инвестирование в такие продукты. Секрет номер шесть. Юридический совет вашего банкира может быть неточным или даже опасным. Зачастую у вашего банкира происходит конфликт интересов. Намного лучше потратить деньги на независимую юридическую консультацию, чем следовать поспешному совету банкира. В прошлом многие банкиры заверяли клиентов, что тайна банковских вкладов в Швейцарии – это навсегда, и выведенные из-под налогообложения деньги могут оставаться на счету. У многих моих клиентов были серьезные проблемы с налоговыми органами их стран только потому, что они слишком долго доверяли своим банкирам. Банкиры боялись потерять деньги, которые были под их управлением. Секрет номер семь. Финансовая ловушка с залоговым кредитом. Дополнительная премия к окладу швейцарского банкира основывается на доходе, который банк получает от счета. Чтобы увеличить количество оплат и комиссий, банкир убеждает клиента взять кредит. Инвестиционный портфель будет использован как залог для обеспечения кредита. Кредитные деньги будут использоваться для дальнейших инвестиций. Подобная стратегия финансового рычага может быть очень рискованной. Вы можете потерять все свои деньги в случае высокой нестабильности портфеля. Не играйте с деньгами, которые вам не принадлежат. Вы ставите на кон свою финансовую независимость. Позвольте мне рассказать интересный исторический факт. Приблизительно 20 лет назад много русских клиентов хлынуло в швейцарские банки. Банки были существенно недоукомплектованы русскоязычным персоналом. Они взяли на работу множество недостаточно квалифицированных русскоязычных сотрудников, таких как воспитатели детских садов, косметологи и продавцы. После нескольких базовых семинаров по банковскому делу только прошедшие обучение персональные банкиры начали давать рекомендации богатым русским инвесторам согласно директивам банка. Можно представить, какого рода финансовым катастрофам привели подобные консультации. Не нужно слепо следовать рекомендациям менеджера по связям с клиентами. Если вы не уверены в рекомендации своего швейцарского банкира, звоните немедленно по номеру плюс 41 44 212 44 04. Давайте обсудим ваш случай прямо сейчас. Узнайте альтернативное мнение. Получить хороший совет никогда не рано, но зачастую слишком поздно. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова